ФИНИСТ ФЕСТ Финист Фест. Так назывался фестиваль, прошедший в дни осеннего равноденствия с 19 по 22 сентября в Этномире. Мероприятие прошло в теплом семейном кругу, все обзавелись новыми друзьями, проводили летнее солнце и встретили осень. Фестиваль пропагандирует здоровый образ жизни, народную культуру и выступает за возрождение славянских традиций. Народное славянское радио, в свою очередь, провело трансляцию этого события. На главной сцене выступили приглашенные музыканты, которые подарили зрителям много впечатлений, а параллельно проходили мастер-классы и лекции. На поляне перед сценой был организован огромный всенародный хоровод, который никого не оставил равнодушным. Отдельное внимание было уделено детям. Для этих целей была выделена специальная площадка с детской программой, где под руководством опытных воспитателей проходили игры. Эмоции и мнения участников являются наилучшей характеристикой фестиваля. И сегодня мы очень рады быть здесь, на Афинист-фесте, в прекрасном месте в этом мире, где такая красота, такая природа, погода, музыка, настроение, вообще наполнение. Тут здорово, очень нам нравится. Ну вообще, кстати, да, символические дни осеннего равноденствия, они очень глубокие и для нас они очень сакральные такие. То, что фестиваль стартанул именно в осенние равноденствия, это очень символично. И дай бог это будет надолго, всерьез и с большим размахом. Концерт был прекрасный. И я думаю, что это хорошее начало фестиваля. Хотелось бы, конечно, чуть побольше, но радует то, что мы даже стояли, пели, когда была пауза между песнями, и мы слышали, как на другой поляне тоже пели. Пели народные песни, там какой-то другой коллектив, акапельно пели. Это так здорово, это здорово, что здесь одна тема, там другая. И получается, что здесь такое пространство, где в каждой точке что-то происходит интересное, такое русское, такое теплое, душевное. Здорово. Первый шаг уже сделан. Фестиваль начался. Да. И мы лишь только сможем пожелать фестивалю Финисфест пути далекого, пути такого высокого. И глубокого. И глубокого. Да, и пусть он объединяет, пусть он вдохновляет, пусть он трансформирует сердца многих-многих тысяч людей и раскрывает души. Ей объединяет целые поколения, целые народы. И возрождает, конечно же, культуру нашего большого, великого народа. Очень рады быть здесь, на этом фестивале. Сама обстановка очень поражает. Я не раз здесь не был. Организаторы очень постарались, это видно. Природа, антураж, обстановка, просто какой-то этномир волшебный. Мы желаем всем, у кого есть возможность присоединиться к нам. Пока не поздно. Здесь очень интересно. И разделить эту радость. В общем, пусть фестиваль растет, развивается, продолжается. Мы будем приезжать, если нас будут звать. Финисфест очень хорошее мероприятие, такое широкое, посвященное объединению нашему, культуре нашей родной. Я считаю, это хорошо, и такие начинания надо поддерживать. Вот мы с группой тоже решили поддержать. Здесь много мероприятий, которые наша культура с разных сторон показывает. В этом хочется участвовать. То есть это трезвый фестиваль такой, ну трезвый, осознанный фестиваль, который показывает разные аспекты нашей культуры. И музыку, и обрядовую часть, и культурные особенности, там очень разные. И хороводная часть. Для меня лично это важно, и хочется это поддержать. Ну, я считаю, что посыл хороший, с посылом все в порядке. По организации в целом тоже хорошо. Я много фестивалей разных, на многих фестивалях переиграл, переездил. И мы с ребятами, я один. В конце концерта я почувствовал, как у нас такой хороший сгусток энергии образовался, который даже не хотелось нарушать музыкой дальнейшей. То есть вот я хотел спеть еще песню или две, и вот ребята стоят, кто, зрители, да, стоят в кругу перед сценой, там хороводик поводили, потом встали, обнялись. И вот хочется просто с ними вместе покачаться и сохранить это состояние, которое образовалось после всего мероприятия. Вот если бы у нас было тысяча человек, такое, наверное, не получилось бы. Такие вещи, они случаются, когда 20, 30, 40 человек, максимум там 50-60. И это здорово. Мне кажется, я сюда приехал в том числе и для этого. Вот из-за этого момента, который длился одну-две минуты, наверное, и ко мне пришли слова в этот момент нужные, которых нет в тексте песни. Такое случается, когда ты входишь в какое-то состояние хорошее, и ты не думаешь о том, что сказать, как сказать, помню я текст, не помню я текст. Ты просто говоришь то, что сейчас из тебя идет искренне, от сердца. Фестиваль душевный, конечно, может быть, не так много народу. Народ, видимо, где-то в голове, в суете. Слишком непростые времена живем, такие интересные. Хотя они всегда, по-моему, непростые. Тем не менее, большая составляющая душевных людей, душевных исполнителей, я думаю, что каждый, по крайней мере, кто сюда добрался, свое здесь берет, свое впитывает и вдохновляется. Я тоже рад быть частью этой истории. Главное собраться силами, главное с теми вызовами серьезными, с которыми столкнулись организаторы здесь. Эти вызовы всегда, прежде всего, материальные, где-то внутри духа. Я просто это знаю как бывший организатор фестиваля. Я несколько фестивалей сам организовал. Но я верю, это и есть состояние миссии. Если ребята это примут, поймут для себя, проживут эту трансформацию, может быть, где-то для себя подытожат какие-то моменты, именно для чего они это делали. Потому что я верю, когда ты делаешь смиссии просветительской, то тебя ничего не останавливает. Я желаю тоже организаторам, чтобы они восприняли это ощущение как просвещение и еще с большим задором, чтобы наоборот этот финист в них прорвался. Видимо, как назовешь, с тем и столкнешься, чтобы прорваться в силу, найти силы в следующий раз, найти финансы, может быть, таких спонсоров, которые тоже живут не только ради деньгами, а живут все-таки идеей и пониманием того, что людей надо просвещать. Нужно нести добрую музыку, светлую музыку, славянскую музыку людям, чтобы люди начали жить счастливее и радостнее. И я верю, что тот, кто идет в миссию, он двигается дальше. И все, и он находит силы, возможности, финансы, просто ставит цель и двигается дальше. И всегда ключ он где-то вот здесь и вот здесь. Главное, определяешь ты. Просто ты не сдаешься. Ты просто говоришь так, двигаюсь дальше. Вот как я в песне пою, упал, вновь встал и иди, отряхнулся, пошел, принял вызов, зов, радость и жизнь дает тебе возможности. Всегда они будут. Поэтому я желаю фестивалю Фенист развития, мощного развития, хороших, богатых друзей и хорошей рекламации, продвижения, чтобы в следующий раз здесь действительно хотя бы собралось тысячу, пару тысяч человек, чуть побольше, да, чем в этот раз, хотя все душевно. Вот, пускай все будет, верю, что все будет супер, что все получится, будет огонь. Мы на фестивале Фенист Фест, вот здесь как раз проходят рабочие моменты, настройки, сонастройки, артисты за артистами. Мы выступали здесь два вечера и наполняли это пространство волшебством. И, знаете, огромная благодарность организаторам, которые создают вот такие фестивали, которые объединяют людей, их сердца, их души. И родные люди находят друг друга. Фестиваль зажег огонь в сердцах людей, так необходимый нам в это непростое время, который они понесут в мир. Мы очень надеемся, что фестиваль станет ежегодным и положит начало доброй традиции. У фестиваля есть своя группа ВКонтакте, в которой можно ознакомиться с фотографиями и видеозаписями. Особо интересные моменты будут появляться в эфире Народного славянского радио. Подписывайтесь, следите за новостями и участвуйте в обсуждениях. Объединяйтесь, друзья. Вместе сделаем мир лучше. Огромное спасибо и сердечную благодарность за то, что все вы здесь собрались, и те, кто уже разъехались, кто уже нет. И если вам понравилось, мы вас приглашаем на фестиваль Финисфет 2025. Рассказывайте своим друзьям, знакомым, незнакомым. Приглашайте к нам в гости. И до новых встреч! Много赤и! Да! Мы готовы! Субтитры создавал DimaTorzok